урок отлично и все включаем сейчас запись начать запись и мы продолжаем изучать все везде у нас идет за без трансляция в фейсбуке даже тоже у нас идет запись и трансляция да все отлично и мы продолжаем изучать книгу о человеческих достоинствах него которая называется архот садитим путь праведников вот такая у нас книжечка есть есть уже ссылка на неё в нашем телеграм-канале вчера влад спасибо ему огромное нашел эту книгу и значит мы продолжаем изучать радость радость симха симха качество радости и может дошли до того что значит пришли к тому что главное одно из главных составляющих от чего зависит вот эта вот радость человека одна из главных составляющих от которых вообще зависит эта радость человека это что это бетахон то что называется бетахон полагаться на всевышнего сейчас как раз дальше вот почти вся глава она идет об этом качестве упование на русский такое слово упование очень странное слово в котором много непонятного как-то я уповаю очень непонятное слово да бетахон в эврите слова бетахон это от слова батуах уверен до уверенность есть например страховка бетуах это если у меня есть страховка там машины называется бетуах рэхов у меня есть что я уверен что если с машиной что-то случится то мне страховая компания возместит это называется бетуах и бетахон во всевышнем или например есть такое слово наявите кухот бетахон значит силы силы кухот бетахон это все силы вот безопасности которые есть стране они называются силы безопасности да значит а на русском упование на всевышнего то есть вот это вот уверенность такая во всевышнем это то что дает чеку радость теперь он говорит нам значит что дает вот это вот упование на всевышнего она приводит тому что тот кто уповает на него полагается на всевышнего он освободит свои мысли от житейских дел и забот и направит их на учение и на служение всевышнему то есть он обычный человек он все время заботится о том что ему завтра делать где у него чтобы ничего не сломалось я недавно слышал один человек говорит как подумаю говорит о ситуации израиля на на карте даже он говорит вокруг говорит это же ужас там ливан хизбалла там мы едипет а вокруг 2 миллиарда мусульман арабов этих которые 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 ненавидят израиль да он говорит вообще страшно становится я могу ли так а ты подумай о том что всевышний уже две тысячи лет сохранялся народ израиля в изгнании когда вообще просто шанса выжить не было вообще тогда не было не он не было тогда не интернета никто ни за кого вообще не заступался полностью были бесправны без этого и выжили же вот об этом думаю чуть и сейчас смотреть и чего тебе волноваться то в общем чем у которого есть бета хон он не волнуется человек у которого нет этого бета хона он все время волнуется теперь значит вот он говорит давайте поразмыслим на тему что такое бета хон что такое вот этот вот упование первое размышление которое нам предлагает поразмыслить мы сейчас поразмыслим с вами да это такое что чек должен ясно знать и понимать, что Всевышний жалеет человека более, чем кто-либо на свете пожалеет. И он жалеет человека как скрытно, так и открыто. И даже если человек не бережет самого себя, как полагается, Всевышний жалеет его и бережет от опасности. Как сказано, Всевышний хранит неразумных. В псалмах такое сказано. Я когда это написал, я подумал, действительно, а вот какой пример такой понятный? Вот человек, который пьяный, да, вот бывает, что человек напивается до такой степени, что он вообще не понимает ни что он делает, ни где он. Ну вообще вот просто у него интеллект отрублен. И он, тем не менее, в пьяном состоянии. Он может идти, падать, вставать. Где-то он может заснуть, где-то потом проснуться, потом опять идти, вставать, падать, все. То есть он сам о себе не заботится. Он себя отравляет, он себя убивает, он себя сводит с ума сам. То есть осознанно, как бы, да, он хочет вот этот вот момент, почему люди пьют, у них, у них им плохо. То есть им без алкоголя в мыслях плохо. У них нету внутри вот этого состояния уверенности, удовольствия, радости. И, но они не знают, как выйти из плена своего способа мышления. И они поэтому, знаете, как бывает, вот компьютер начинает глючить, и самый простой способ его вырубить, и потом перезагрузить, и он опять как бы включился. Вот то же самое делает человек, который пьет. Он сносит себе привычный ход мысли стаканом алкоголя, и значит, после этого у него выходит во внутрь. А что у него тогда остается? Если он сам себя не сохраняет, это о чем нам предложили задуматься, то получается, кто-то же о нем заботится, а кто о нем заботится? Создатель, творец, мироздание, который так его запрограммировал тело таким мудрым мудрым способом, что это тело, оно знает, как, когда поспать, когда поесть, как делать так, если чего-то не хватает, там, микроб какой-то зашел, тело знает, как с ним бороться. Но что делает человек? Человек, он своим интеллектом, своими действиями поступками, он может это все испортить, но Всевышний о нем заботится. Да? Вот есть люди такие, такие есть люди неприятные, мы его сразу блокируем. То есть человек, вместо того, чтобы спокойно слушать, да, радоваться, что-то узнавать новое, он приходит, начинает оскорблять. Что он добивается? Его отключили, заблокировали, все, ничего не добьется. Как был дураком, так дураком останется. Это я в Ютюбе одного какого-то ужасного человека заблокировал сейчас. Что хочет, пусть слушает, продолжает, но писать какие-то глупости нам не надо. Дальше. Второе размышление. Но Всевышний о нем тоже заботится, о таком дураке. Дал ему интернет, дал ему компьютер. Каким-то образом даже о таких нехороших людях, которые на других ругаются, Всевышний о них тоже заботится. Размышление второе. Все блага, которые человек получает от отца, матери, от братьев и родственников, и от друзей, все это от Всевышнего. И они лишь посланники, а те, кто ему дают, это лишь посланники Создателя Благословеного. То есть человек, который беспокоится о завтрашнем дне, он не полагается на Всевышнего. Он говорит, как я буду себя обеспечивать. Он должен вспомнить, что каким-то образом ему всю его жизнь, начиная от момента рождения и до сегодняшнего момента, Всевышний каким-то образом через разных посланников, он ему присылал все время какие-то предложения, подарки, деньги, возможности и так далее. Конечно, гордецы, они скажут, да нет, это все я. Но по факту, если человек посмотрит на вещи именно фактически, то окажется, что ему всю жизнь давали. Всю жизнь он получал, пользовался, получал. И Всевышний каким-то образом ему присылал всегда через кого-то, через кого-то присылал ему разную помощь. Теперь я сейчас вспоминаю такую историю, чтобы понятнее был этот момент, который мы сейчас размышляем о различных аспектах, которые дают бетахон человеку, дают ему уверенность в том, что Всевышний будет ему помогать и обеспечивать. Первое это, что даже когда сам человек о себе не заботится, Всевышний о нем заботится. Примером был алкоголик, который валяется пьяный и все равно он потом встает и идет дальше. Второй пример сейчас, что как Бог человеку дает через разных людей, ему присылает помощь. Значит, была такая известная история, был Рэп Зуси из-за Ниполя, такой великий праведник, великий цадик. И он Рэп Зуси, он как-то, какая-то была большая сумма, которую он должен был кому-то вернуть. Сумма долга, вот за, у него были ученики, он кормил голодных, бедных. И когда у него не было денег, он занимал деньги, зная, что Всевышний ему как-то поможет. И вот как-то он занял какую-то большую сумму, ему утром нужно было эту сумму отдавать. И он нету денег. Ученики говорят, Рэп Зуси, а где же вы возьмете деньги, завтра вам надо отдавать большую сумму. Он говорит, ну давайте-ка посмотрим, значит, каждый напишите свои варианты, как могут ко мне прийти деньги. Предположите, все написали на листиках, на бумажечках, свои варианты, откуда могут к утру появиться деньги. Значит, написали и Рэп Зуси написал бумажечку и положил тоже, они положили. На следующее утро, каким-то образом, не рассказывается эта история, каким, к Рэп Зуси попали деньги и он, значит, вернул этот долг. Ученики спрашивают, а как? Было, все достали свои бумажечки, значит, оказалось, что те варианты, которые они предполагали, этих вариантов точно не было. Они говорят, а у Рэп Зуси, а у вас что написано? Он показывает им свою бумажку, на ней написано. Бог не нуждается в советах Рэп Зуси. Богу не нужны советы. Он найдет к этим способам дать человеку в нужный момент нужные какие-то ему ресурсы. Но иногда это происходит этим способом, что ты даже понятия не имеешь, как это будет. Дальше. Размышление третье, которое дает бетахон. Следует знать, что все оказанные блага есть безвозмездное добро Всевышнего. И это не значит, что человек достоин этих благ. Всевышний оказывает ему добро не потому, что нуждается в нем. Это есть безвозмездное добро, хэсет и подаяние. Значит, какой-то человек думает, ну вот за что мне Всевышний даст? Вот за что? Почему он мне должен давать? Не надо, Всевышний дает просто так. Он не дает зайцу за то, что зайц что-то делает там. Он зайцу дает просто потому, что это зайца. Он его сотворил. Также человек он получает от Всевышнего не потому, что человек сделал какое-то благо и так далее. Просто Всевышний добрый. Он дает всем просто так. Опять же, мы сейчас еще раз, это третье было размышление о том, что у человека вызывает вот это чувство внутреннего спокойствия и уверенности во Всевышнем. Значит, третье это то, что не нужно никаких особых заслуг, а просто Всевышний добрый, милосердный, милосердный ко всем, даже к злодеям, даже к тем, кто недостоин. Поэтому он может прислать в любой момент, прислать помощь. Это те, которые говорят, что вот, я не могу это. Если посмотреть в Израиле, есть такой девятый канал телевидения, русскоязычное телевидение «Израильское». Там все комментаторы с очень скорбными лицами. И один комментатор, он говорит, ну там, а сейчас перед нами выступит эксперт. И эксперт появляется на экране, он ему говорит, ну что, расскажите нам, насколько все ужасно. Прямо он ему такой, а эксперт говорит, ну все не так ужасно, чтоб совсем ужасно. Но, конечно, ужасно. И начинает рассказывать тоже вот эти все вещи. То есть, вообще, вот комментаторы все, ну просто какие-то, знаешь же, скорбные такие клоуны, я бы и так назвал. Скорбные клоуны, потому что это неправда. Это как был, помните, Пьеров было в цирке, у Карабаса Барабаса был этот самый Пьеро, который все время плакал, да, он был, несчастная любовь. Так вот эти вот комментаторы, они все с несчастными такими взглядами все, как все ужасно и как будет еще ужаснее, как было бы все еще, еще ужаснее. И даже если это хорошо, это не совсем хорошо. Давайте мы вам сейчас объясним, насколько все по-настоящему нехорошо. Значит, размышление четвертое, которое, по все равно помогает человеку быть уверенным во Всевышнем. Человек должен знать, что всем его делам есть мера и предел, и никто не может добавить и убавить из того, что суждено Создателем. И сколь мало не имеет человек, никто на свете по своей воле мало не преумножит, а множество не преуменьшит. И чему же суждено быть позже, никто не перенесет во времени, и никто не отложит то, чему суждено быть раньше. Все по суждению Всевышнего и по его воле. Значит, вот у меня например я точно это заметил вот у меня есть там один бизнес и она одно время он был основным вот прям единственным потом у меня появляется другой бизнес второй бизнес начинает расти этот бизнес начинает падать потом этот бизнес в общем получается все то же самое как будто бы у меня был один бизнес если в общем взять потом у меня второй бизнес вдруг начинают умирать Как он начинает умирать? А, нет, нет, был еще момент, я пытаюсь эти два бизнеса соединить, чтобы был один большой бизнес. Нанимаю каких-то людей, команду, какое-то внешнее управление, потому что нас никто не мог управлять большим бизнесом. Значит, две эти компании соединяются и вдвоем начинают давать столько же, сколько давала одна. Я думаю, что такое вообще, какая-то чудеса. Я их разделяю опять. Та компания опять начинает расти, это начинает уменьшаться. Потом та начинает уменьшаться, это начинает расти. В итоге все одно и то же, как было, так и есть. Сейчас я сделал новую компанию, та старая компания, которая была, вот она все было отлично. Как новая начинает расти, старая начинает уменьшаться. Я просто уже, ну просто я не понимаю, ну вернее, я понимаю, тут написано, сколько должно быть будет. Хоть ты старайся, хоть ты не старайся, хоть ты там тресни. Теперь, как изменить, значит, как изменить, вот что должно быть, будет дальше написано, да. Но когда оно должно быть, оно так и будет. Поэтому можете не переживать, как будет, так будет. Все, хоть ты переживай, хоть не переживай. Переживания, они, конечно, повредить могут, да. Ну что ты делаешь? Повредить могут. Значит, пятое размышление. Человек должен знать, что Всевышний ведает его сердце, наблюдает его мысли и знает полностью ли, и без обмана человек уповает на Всевышнего. В жизни слуга, который служит Господиной из плоти и крови, может обмануть своего Господина. Значит, слуга может ненавидеть своего Господина, а тот полагает, что слуга его любит. Значит, и полагая, что слуга любит его, Господин оказывает ему благо. Создатель же знает начало сердца и мысли, которые в человеке. И он знает, что наверху и что внизу, знает веру и неверие человека, а потому не следует пытаться обманывать его. То есть, бетахон этот, он как работает? Бетахон как работает? Значит, он работает следующим образом. Если я уверен во Всевышнем, то Всевышний, как, по-моему, это в Таилиме есть такой посудок. Ашра-я-гевер, и мы его говорим после еды, в благословении после еды, мы всегда говорим этот отрывок. Ашра-я-гевер, счастлив человек, ашер-бутеах-бе-ашем, который полагается на Бога, в ие-а-шем-мифта-хо, и будет Бог его поддерживать. То есть, ровно в той мере, в которой ты полагаешься на Бога, Бог будет тебя поддерживать. Теперь, если у человека есть этот сильный бетахон, то есть, он прямо, вот, он уверен во Всевышнем, как даст Бог день, даст Бог пищу. Был такой Сабами Навардак, ну, был такой велитий раввин, который жил в городе Навардак, он умер в 1920-х годах, он умер в Киеве, ходил по госпиталям тифозным, помогал больным, раненым, там, и так далее, вообще ничего не боялся. И умер, ему было лет под 80 в Киеве. Потом его интересно, что настолько он сам был вне вообще, он подписывал свои все письма об аль-бетахон, то есть, человек, у которого есть уверенность во Всевышнем. И у него, он настолько был уверен во Всевышнем, это была основа его, как его жизни, да, вот этот вот бетахон, уверенность во Всевышнем. Он отказался от всего имущества, у него ничего не было имущества. И он в 20-е годы, он открывал ешивы, он открыл в разных городах, где-то около 100 таких ешив, в которых училось 2000 человек. Они все были вот такие, как он, баль-бетахон, это была их, как бы, такая система. Как они тренировались? Они, например, садились вот в какой-то поезд, выезжали там, выпрыгивали на какой-то станции и шли, куда глаза глядят. То есть, они настолько тренировали вот это вот свое качество полагаться на Всевышнего, чтобы видеть, что Всевышний по-любому везде сопровождает вот это вот индивидуальное проведение. Это было, кстати, у людей духовных того времени, в еврейской традиции, да, у хасидских праведников, у литовских праведников тоже, Веленский Гаон тоже это практиковал. Это называлось добровольное изгнание. То есть, они брали котомочку, без денег, без ничего, не говорили никто, не что, и шли в какой-то такой поход, как это был такой тренинг, добровольное изгнание, чтобы почувствовать, как еврейский народ себя в пустыне чувствовал, когда даст Бог день, даст Бог пищу. И они шли вот так вот, правило было не ночевать в одном месте больше, чем одна ночь, то есть не останавливаться, не зависать. И где-то пришел, там попросил еды, тут где-то лег спать, тут сел, поучился в синагоге, тут пошел дальше. И так они шли, вот это добровольное изгнание, тренируя вот это качество полагаться на Всевышнего, даст Бог день, даст Бог пищу. И вот про вот этого Сабу Миноварда, как-то он сидел с учениками, они уходили часто в лес тоже, они практиковали вот эту связь с природой очень сильно. И в лесу был такой момент, что у них, ну, закончилась свечка. И он им говорит, если человек уверен во Всевышнем, что Всевышний его во всем будет обеспечивать, и его вера стопроцентная, там такая вера, что Всевышний даст ему, даст ему все. И он выходит в лес, вот так вот, выходит в темноту, и тут появляется какая-то такая огромная фигура, дает ему эту, какую-то свечу и исчезает. И он со свечой с этой, в доме в этом оказывается. Свеча догорела, и он возил с собой вот этот вот, ну вот от свечи то, что остается, да, такой не окурок, а гарок свечи, он возил с собой воспоминания о вот этом чуде, которое Всевышний для него сделал. И потом интересная история, что там в каком-то городке случился пожар, и сгорело все, кроме дома, в котором был вот этот агарок свечи. Ну, то есть чудеса с этим агарком продолжались. А у Рава Ицка-Казильбера, у которого я учился из охранации Дехли-Враха, у него был такой случай. Он, значит, был с 50-го по 1953 год, он был в ладере, его посадили в тюрьму. И он в трудовой ладере, не в тюрьму, а с 50-го по 1953 год. И он сидел в ладере, и ему пронесла жена, пронесла жена на свидании, пронесла тфелины. Это тфелин такие, как евреи молятся в тфелинах, да. И пронесла ему книжечку, ну, молитвенник там, и книгу «Смешной йод» с устной торой. Значит, и он там в ладере продолжал учиться, одевать тфелин, и все. И потом он не ел в столовой, потому что там была некошерная еда, и он питался только сухарями. Ему переносили сухари, сухари пил чай. И если ему с дома приносили передачу какую-то, передавали, он мог поесть то, что ему передавали из дома. И евреям нельзя бриться лезвием, значит, и у него была машинка, которой он брился. Значит, бороду там тоже нельзя было лезвием, их периодически там брили, как у них было. Понятно, что с заключенным лезвием было нельзя, но так как он бриться не мог, а машинкой... В общем, у него была машинка такая, которая брила бороду. И, значит, там был в ладере, был надзиратель один по фамилии Олимпиев. Он его очень ненавидел. То есть, бывает такое, что надзиратели, значит, человек кого-то... И этот надзиратель, он ему все время там устраивал какие-то неприятности, козни какие-то делал. И вот, значит, Равыцкак-Зильбер, он в этом ладере находился в течение трех лет. И в какой-то момент его переводили из ладеря в ладерь. И у него был такой деревянный фанерный чемодан, который они делали в этом ладере. Они там работали в мастерских. В общем, у всех были вот эти вот фанерные чемоданы такие деревянные. И у него тоже был такой фанерный чемодан. И вот их переводят из ладеря в ладерь. И он думает, сейчас будет обыск. Что мне делать с этим тфелином и что мне делать с этой книжкой? Это запрещено было в ладере. То есть, религия была запрещена. И он думает, что мне делать? Теперь, если у него найдут, то ему добавят срок. Но он же это делал, чтобы выполнять заповеди. Поэтому он решил, что тот, кто выполняет заповедь, с тем не случится ничего плохого. И он будет полагаться на Всевышнего, что у него не найдут. И он с этим чемоданом, их выводят из бараков. И он стоит в очереди, они стоят на проверку. И тут он видит, уже все, их из барака вывели. Стоит очередь заключенных с фанерными чемоданами. И там, где их обыскивают, лежит гора этих чемоданов. Всех заключенных заставляют, значит, вытянуть вещи из этих чемоданов. И в котомку завернуть. То есть, надзиратели любили издеваться над заключенными. И, значит, он понимает, что сейчас вытрусят его все вещи. Найдут седур запрещенный, молитвенник и тфилин. Значит, и ему добавят срок. И он стоит, он говорит, я стою в этой очереди с этим чемоданом. И молюсь Всевышнему. Говорю, хозяин мира, у меня в жизни только одна цель. Тебе служить, выполнять заповеди. Я, говорит, что мне? У меня дома дети, жена. Я, он не совершил никакого преступления. То есть, я хочу только одного. Соблюдать шаббат, выполнять твои заповеди, служить тебе. У меня в жизни других целей нет. Поэтому, если ты считаешь, что мне нужно просидеть еще несколько лишних лет в ладере, я принимаю твою волю. Но, если ты считаешь, что все-таки мне не надо лишних там сидеть несколько лет, то, спаси меня, приближается его очередь. И вот этот вот Олимпиев, который над ним все время издевался, был его такой прям личный враг, надзиратель. Он ему говорит, о, этот сумасшедший говорит, я его знаю. Он псих говорит вообще. И начинает рассказывать про все его сумасшествия. Что он в столовой не ест. Что даже он не бреется, у него там машинка лежит. Значит, и он такой псих сумасшедший, там все, он про него рассказывает, смеется, смеется. И тут вдруг, вот так вот, без перерыва, он говорит, а чемодан этот, это его. Он с ним из дома пришел. И ему разрешают пройти с этим чемоданом. Все они вытрушивают на пол. У него там лежали эти, так посмотрели. Значит, все смеются и его пропускают. И он потом с этим чемоданом вышел из ладеря. И всю жизнь он возил с собой этот чемодан, вспоминая о чуде, которое Всевышний для него сделал. И он с этим чемоданом сидел всегда на пуре, на песах. У него прям вот был стол такой в комнате. И у него стоял этот ладерный чемодан, который для него был вот этим вот моментом личного чуда. Это было конкретно личное чудо, которое Всевышний для него сделал. И вот здесь, значит, размышление это, что Всевышний знает, насколько человек полагается на Всевышнего. И по мере его полагания Всевышний ему и отвечает. И у нас осталось только размышление шестое. Сейчас, секундочку, да? И седьмое. Давайте я успею быстренько, я скажу сейчас и все. Размышление шестое. Человек должен положить себе, исполнять все, что Всевышний ему сказал. Тут еще есть важная вещь, потому что в перке, вот мы учили, одна из самых моих любимых, мишна йод, вот, которые есть, как бы, в поучении отцов. Там есть такая мишна. О, сэр и цуно, делай его волю, как ты делаешь свое желание, как ты выполняешь свои желания, чтобы он сделал твою волю, как его. Значит, это очень простой принцип. Значит, у человека есть воля Всевышнего. Да, возьмите, там, десять заповедей, которые на скрижалях, возьмите шелха на рук и так далее. И есть воля Всевышнего. У человека есть его желания. У каждого человека есть свои желания. Кто что любит, кто что не любит, у каждого есть свои желания, да? Теперь дальше, теперь дальше. Если, обычно человек, он выполняет свои желания, он все время его волнует, что он хочет, и он делает то, что он хочет. А воля Всевышнего только в случае, если воля Всевышнего совпадает с волей человека. Он говорит, да, Всевышний молодец, я бы тоже такие прям заповеди дал, да? И в этом случае он выполняет не волю Всевышнего, он выполняет свое желание, и оно совпадает с желанием Всевышнего. Но если идет наоборот, человек говорит, я твою волю выполняю с таким же желанием, то есть я хочу выполнять твою волю, что даже если мне воля твоя непонятна, я не знаю, что за воля эта такая, но я просто хочу выполнять твою волю, то Всевышний ровно в такой же степени выполняет желание человека, которое он выражает в молитве, какие-то бытовые материальные нужды. Это шестое размышление, что тот, кто уповает на Всевышнего и выполняет волю Всевышнего, он тем самым усиливает добро Всевышнего по отношению к себе. Тот, кто уповает на Всевышнего, но не выполняет волю Всевышнего, он создает предпосылку, при которой, конечно, это неправильно, да, рассчитывать от Всевышнего. То есть, если, например, вот представьте ситуацию, есть какой-то человек влиятельный, да, там у вас какой-то нашелся родственник, значит, миллиардер, да, вдруг выяснился родственник. Вы к нему приходите и говорите, слушай, я все равно не полагаю, что ты мне поможешь. То есть, я все равно не верю, что ты мне поможешь вообще. Я думаю, что ты вообще никому не помогаешь, и мне ты тоже не поможешь. И, значит, он, человек это думает и вслух даже говорит. Тот послушал его и говорит, да, хороший мне родственник. Говорит, ладно, я тебе давай начнем с того, я тебе дам пару советов, как себя вести. Если ты будешь так себя вести, я тебе помогу. Ты говоришь, слушай, ты мне советы не давай, я уже реально у тебя прав был, да. Что мне от тебя ждать, да. Я не буду никакие твои советы выполнять, никакие твои задания. Я уверен, что ты мне не поможешь. И, значит, проверим теперь, насколько ты вообще поможешь мне или нет. Это вот, это позиция большинства людей по отношению к Богу. Они не верят, что Бог им поможет. Они не полагаются на Бога. Они не хотят слушать советы Бога, которые выражены в Торе. И они не хотят выполнять волю Бога. И все равно Бог им помогает. Потому что Бог добрый, мы знаем, что Он помогает по своему милосердию. То есть, Он настолько добрый, что даже вот этим вот дуракам Он помогает. И дальше, значит, идет седьмое размышление, оно длинное. Поэтому мы его лучше завтра продолжим, да. Глава этой, это самая длинная глава в этой книге. Так что мы продолжим завтра размышление седьмое про... Начинать со словами очень интересное. Человек должен знать, что творец создал его способным ко многим ремеслам. И Бог так установил, что человек может и должен добывать пропитание тяжким и упорным трудом. Но почему и как, это мы узнаем завтра. Все, дорогие друзья, всем спасибо, что вы приходите на уроки Торы. Спасибо, что вы поддерживаете платформу ВАИКРА. У нас появилась большая цель сделать миллион часов просмотров уроков Торы в месяц. Поэтому нам очень будет приятно ваша помощь в этом. Слушайте уроков как можно больше. Посылайте своим друзьям, знакомым уроки Торы. У нас есть в Телеграме, в Ютьюбе, в Фейсбуке, в Инстаграме. То есть, все вместе сайт у нас есть. Все считается. И когда будет миллион часов в месяц просмотров урока Торы, представляете, какая это будет сигнал Всевышнему, что мы хотим знать, что он от нас хочет, и хотим выполнять то, что он от нас хочет. Вот тогда наступит мир. Я вам говорю 100%. Наступит мир. И закончится война в Украине. И закончатся здесь в Израиле войны. Все закончатся, все войны. Потому что все войны, потому что люди не хотят выполнять волю Всевышнего. А действуют, исходя из своих каких-то эгоистичных соображений. Поэтому мы занимаемся очень важным делом. И внутри то же самое. Если человек полагается на Всевышнем, он веселый, радостный, добрый. У него шалом внутри, шалом в отношениях. То, естественно, и жизнь ему будет хорошая. Все. Всем удачи, успехов, благополучия. И можно сейчас попросить у Всевышнего все, что вам нужно. Поблагодарить вначале и попросить Всевышнего все, что вам нужно. Если вы его волю выполняете, значит у вас сейчас депозит хороший на небе. Все. До завтра. До завтра. Счастливо.